Прочитаю такое местописание, книга Иезекииль, 46 глава, 1 стих. Написаны такие слова. «Так говорит Господь Бог, ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении шести рабочих дней, а в субботний день должны быть отворены, и в день новомесяча должны быть отворены. Аминь». И я хочу обратить внимание на одну мысль, которая находится в этом месте Писания. Есть время, когда ворота храма должны быть отворены, а есть время, когда они должны быть затворены. И мы читали в книге Екклесиастов «Всему свое время». И мы находимся на этом месте, где Господь изливает свою благодать. Мы являемся храмом Духа Святого. И это время, когда ворота нашего сердечного храма должны быть широко отворены, чтобы принять Божью любовь, чтобы принять Божью благодать, чтобы принять Божье Слово. И Библия говорит, когда идешь в Дом Божий, приготовь больше свое сердце для слышания, нежели для жертвоприношения. Приготовь свое сердце. Молись перед этим, ищи Господа, чтобы твое сердце было открыто для принятия Божьей благодати. Бывает, человек приходит на служение, а сердце его закрыто. И Иисус Христос в книге Откровения говорит, «Се стою у двери и стучу. Если кто отворит, то войду к нему и буду вечерить с ним». То есть Господь говорит, я приготовил эту вечерю. Я приготовил духовную пищу. Я хочу тебя напитать. Я хочу тебя накормить. Но тебе надо открыть сердечные двери и принять Божью благодать. И мы находимся на этом месте, где наши сердца должны быть широко отворены. Чтобы они были отворены, первое, что необходимо сделать, это исповедать. Исповедать грех. И если еще, здесь было, я понимаю, много исповеданий, много людей исповедали те или иные грехи. Но если у тебя что-то еще осталось, ты чувствуешь, что ты что-то не исповедал, не уедь отсюда со грехом. Исповедуй грех. Может быть, в твоем сердце обида, непрощение. Покайся, оставь его на Голгофе. Исповедуй. Грех, который очень сильно поражает молодежь, это первое. Это очень часто молодежь зависима от этих грехов. Первое, это порнография. Второе, такой грех называется рукоблудие, самоудовлетворение. Если у тебя эти грехи, оставь их здесь, оставь их на Голгофе. Исповедуй. Подойди к служителю, чтобы за тебя помолились. Не уезжай отсюда с их грехом. Грех закрывает твое сердце для Божьей благодати. Когда человек исповедовал грехи, его сердце широко открывается для Божьей благодати, для принятия Божьей любви. Но если в его сердце грех, и он не желает исповедовать, его сердце закрыто. И для Божьей любви, и для благодати, и для принятия Божьего слова. Поэтому то, что необходимо, чтобы открыть широко свое сердце для Божьей благодати, это покаяние, это исповедание. Дальше настрой свое сердце на слышание Божьего Слова. Сконцентрируй свое мышление, чтобы услышать голос Божий. Иногда бывает, человек приходит на служение, а мыслями где-то в другом месте. И его сердце будет закрыто. Бывает, например, на молитвенном служении. Народ молится, идет такое пророческое слово. Народ мой, я посетил вас. Открой свое сердце предо мною. Кажется, Господи, ну народ же молится. Но Бог видит состояние сердца. Человек может быть плотью на молитве, а мыслями на огороде. И, соответственно, сердце будет закрыто. А наша задача – это сконцентрироваться на Господе. Приложить это усердие, бодрствуйте в молитве. Открой свое сердце. Любовь Божия излилась Духом Святым в нашей сердце. Бог изливает свою любовь. Открой свое сердце для Божьей любви. Открой свое сердце для Божьего мира. Для радости в Духе. Я в молитве радость получал. Открой свое сердце. И Бог хочет обогатить своей благодатью, чтобы народ Божий отсюда уехал обогащенным. А это зависит от нашей способности, насколько ворота нашего сердечного храма, они открыты для принятия Божьей благодати. Но есть время, когда эти врата надо очень плотно закрыть и не открывать. Когда это нужно сделать? Здесь мы получили очищение, приближение к Господу, приняли Божью благодать. Завтра, я понимаю, заканчивается лагерь. Вы будете разъезжаться в свои места. И вот кто-то пойдет на учебу, на работу и так далее. Мы будем в этом мире. И в мире и приходят к нам искушения. Враг стучится в наше сердце. Его задача обворовать. Но твоя задача для греха, для искушения, для похоти. Закрой плотно ворота своего сердечного храма. А что необходимо сделать для этого? Знаете, в прошлом году, прошлым летом Бог дал возможность быть в России в нескольких лагерях. И тоже было очень много исповедания, покаяния. Там такие грехи исповедовал народ. И в конце служитель попросил. Вот много было исповедания, много народчего исповедовал. Но в конце скажи слово, как это сохранить? Потому что это ненормально, когда человек побыл здесь, исповедовал, поехал. Через год приезжай с теми же самыми грехами. Надо по-другому. Исповедал грех и все, оставь его. И в следующем году уже приедет духовно выросшим, а не с теми же самыми грехами. И что для этого необходимо? В книге, в послании евреям написаны такие слова. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Здесь показано, что необходимо сделать, чтобы побороть грех, чтобы не вернуться к нему. И что означает не до крови сражались? Первое послание Петра. Четвертая глава, первый стих написано. И как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Вот если мы исполняем это местописание, вооружились этой мыслью, это крепкий замок на сердечных воротах нашего духовного храма от греха и от искушения. А для чего необходимо вооружаться этой мыслью? Послание Иакова, 1 глава 13 стиха написано. В искушении никто не говорит, что Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавши рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Причина, почему к нам приходит искушение? Потому что наша плоть, ветхая природа, она пропитана похотями. Похоть это греховное желание. И враг искушает человека, возбуждается похоть. И когда возбуждается похоть, то есть есть более широкое понятие слова похоть, это любое греховное желание. И когда к человеку приходит искушение, похоть возбуждается, у человека выбор или пройти через распятие похоти, то есть пройти через боль и страдания, или уйти от боли, как удовлетворить похоть. Для чего необходимо вооружиться мыслью? Готовностью платить цену страдания. Вот оно пришло искушение. Оно требует удовлетворения, когда человек принимает решение не удовлетворять похоть, бороться с ней. Пока он от нее не свободен, она доставляет ему страдания и мучения. И причина, почему люди не удерживают победу, свободу, потому что они не вооружены вот этой мыслью, о которой написано 1 Петра 4.1. Мыслью, готовностью платить цену страдания. Во время служения Дух Святой касается, Слово Божие обличает, человек готов каяться, исповедовать грех, но он уезжает отсюда, дальше приходит похоть, и он не готов ее распинать. Он подает тот же самый грех. А человек должен принять это твердое решение, бороться и сражаться. Я помню, слышал такое свидетельство, когда один молодой человек покаялся, и вот на второй день к ним в дом приходит верующая сестра и говорит верующей матери, «Слушай, вижу в отношении твоего сына такое видение. Он подходит к пропасти и принимает решение сделать туда шаг, но потом раз отходит назад, потом снова подходит и принимает решение сделать шаг, потом снова назад. И вот такая борьба, но он не сделал туда шаг. И вот сестра уходит, мат заходит к сыну, сын говорит, да, мама, я слышал, что она говорила, просто сегодня целое утро борюсь с искушением табакокурения. Вчера покаялся, принял Иисуса Христа, Дух Святой коснулся. На следующий день приходит искушение, закури, ну хотя бы немножко, пару затяжек. И вот уже он в мыслях принимает решение закурить. Он подходит к этой пропасти и принимает сделать решение туда шаг. Потом раз отходит назад. Как ты будешь курить? Ты вчера каялся, ты здесь исповедал свои грехи, ты просил у Бога прощения, как ты будешь возвращаться к греху? Но потом снова приходит искушение, и он снова принимает решение. И вот такая борьба. И когда он услышал это видение, он принял твердое решение. Я буду бороться до конца, чего бы мне этого не стоило. Три дня была борьба. Три дня он испытывал мучения и страдания. Это похоть доставляло. Но потом пришла полная свобода. Не вернись к тому, что ты исповедал. Оставь этот грех. Когда приходит искушение, прими решение бороться и сражаться. Закрой ворота своего сердечного храма для похоти, греха и искушения. Мы видим, Давид вышел на кровлю и увидел купающуюся женщину. Что в этот момент надо делать? Давид, срочно закрывай ворота своего сердечного храма. Бегайте, блуда, убегай оттуда. Но нет. Но я немножко посмотрю. Немножко и все. И похоть, дух блуда овладел сердцем Давида. И он пошел на грех. Давид, вот если бы ты в этот момент только знал, каким последствиям это приведет. Ты бы бежал оттуда. Дальше этот грех прогрессирует. Его сын Амнон так полюбил Фомар, что заболел из-за нее. Это не нормальная любовь, это похоть. Амнон, закрой свои ворота своего сердечного храма для этой похоти. Ты ее только удовлетворишь и ты возненавидишь ее. Для чего тебе это надо? Но все. Похоть, грех овладел сердцем Амнона. Разум становится превратным, неверным. А 110 Псалом 10 стих написано. Разум верный у всех, исполняющих заповеди его. Если ты исполняешь заповеди Божии, твой разум будет верный. Заповеди Божии, они хранят разум человека от обольщения. Но когда человек дал место похоти греху, все, открыл ворота своего сердечного храма, все. Оно овладело его сердцем. И человек идет на грех. Я помню, как-то на одну молитвенную группу приходит одна женщина в таком страшном состоянии. Вот, ну, пьяная, все. И плачет, все. Там, и мне говорят, она когда-то была членом церкви. Бог освободил ее от алкоголя. Но дьявол подступил и, ну, где-то немножко пригуби. И вот она как пригубила, и все. И пошло. И пьянство, и все. И пошло. Открыла дверь греху. Поэтому, братья и сестры, вы уезжаете отсюда. Вы исповедовали здесь свои грехи. Если кто-то еще чувствует, вы что-то не исповедовали, не уедьте отсюда с их грехом. Исповедуйте то, что нужно исповедовать. А дальше примите твердое решение. Закрыть ворота своего сердечного храма для похоти и греха. Вооружитесь этой мыслью. Первая Петра 4, 1. И как Христос пострадал за вас плотью, за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Я принимаю решение. Когда приходит искушение, я буду бороться и сражаться. Молись, взывай в этот момент Господу. Призывай защиту. Защиту крови Христа. Сражайся и борись. Но не пойди на грех. В Сидрах, Месах и Авдинагах говорят такие слова. На выходану служат. Царь, Бог наш, которому мы служим, избавит нас от этой печи. А если даже и не так. Мы, Царь Твоему истукану, не поклонимся и Богам Твоим служить не будем. Вот она, внутренняя установка в борьбе с их грехом. Как понять местописание? Если правый глаз Твой соблазняет, вырви его и бросить себя. Если рука соблазняет, отсеки и бросить себя. Но мы видим, что мы с глазами, слава Богу, с руками. В другом месте еще и о ноге говорится. Здесь не говорится о том, чтобы мы остались инвалидами. Но это место показывает, у нас должна быть вот такая внутренняя установка в борьбе с их грехом. Лучше я останусь без глаза, но не буду смотреть порнографию. Лучше я останусь без руки, но я не пойду на рукоблуде. Лучше я останусь без ноги, но я не пойду на блуд. Слава Богу, у нас есть и глаза, и руки, и ноги. Но должна быть вот такая внутренняя установка. Примите твердое решение бороться и сражаться. Не вернитесь к тому, что вы исповедовали. Когда мы исповедовали, Христос омыл кровью, Иисус Христос простил грех. Первое Иоанна 1,9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Когда мы исповедуем, Господь прощает первое. Второе, Он дает благодать и силу. Мы побеждаем грех только его благодатью. В освобождении от греха есть две части. Первая часть – это наша человеческая. И наша человеческая заключается в том, чтобы мы первое исповедовали, второе – боролись и сражались. Но вторая часть – это Божья часть. Это дать нам свою благодать. Мы не можем победить грех без его благодати. И когда мы смиряемся пред Богом и взываем к Нему, Господь дает свою благодать. И знаете, еще о чем хочу прочитать? Для чего необходимо закрыть двери, ворота своего сердечного храма? Знаете, как-то был я в другом лагере. Я смотрю, несколько молодежи есть из того лагеря здесь. И молодежный служитель той церкви попросил мне как-то под конец лагеря сказать одну тему, самую интересную для молодежи. Ну а какая для молодежи самая интересная тема? Я так спросил, может быть, пребывание в длительном посте? Нет, другая. О взаимоотношениях братьев и сестер. И знаете, и вот тоже здесь очень много молодых людей. И вот представьте, задал такой вопрос сестрам. И вот здесь тоже задам. Сестры, представьте, вот вы были здесь в лагере. Какой-то брат вам улыбнулся. Принес еще стакан кофе. Скажите, а что у вас должно быть в мыслях? Так, свадьбу проводим там. На столах должно быть то. Интересно, какие они цветы подарят. Так, жить будем там. Этих приглашаем, этих тоже приглашаем, этих не приглашаем. Это должно быть. Братья и сестры, я прочитаю местописание. Послание к римлянам. 12 глава, 16 стих. Последняя часть. Не мечтайте о себе. О чем здесь идет речь? Я не думаю, что здесь идет речь, когда мы, например, с какой-то поездки возвращаемся домой, и дома нас встречает, например, семья, например, мама что-то приготовила вкусное. Ну и мы представили такие добрые, такие чувства, как нас встретят, как мы хорошо покушаем. Я не думаю, что здесь идет речь об этом. Но о чем здесь идет речь? Очень часто за этими мечтами стоят наши человеческие планы. И представьте, вот человек размечтался, так, будем свадьба там, жить будем там, а этот брат выходит с другой сестрой на оглашение. Что вы получите? Одно дело – разочарование, а второе – душевную рану. С одной стороны, братья и сестры, берегите чувства друг друга, не давайте повода. Братья, не давайте ложного повода с сестрам. Сестры, не давайте, если у вас нету серьезного намерения, повода брату. Но с другой стороны, будьте также внимательны. Не спешите открывать свое сердце для мечтаний и планов. Например, может быть, от какого-то брата вы почувствовали внимание что-то. Что надо сделать? Закрой ворота своего сердечного храма для мечтаний. Осмиряйся пред Богом и ищи воли Божьей. Господи, если это от себя благостави, если нет – сохрани. И если это от Бога, то Бог благоставит. Но если это не от Бога, ты защитишь свое сердце от разочарования и душевной раны. Но когда уже там все построено, а Библия говорит, надежда долго не сбывающаяся, она томит сердце. Поэтому очень часто, например, возникли чувства, возникли какое-то, и человек начинает мечтать, погружается, все, а потом часто приходит разочарование. Можно о многом говорить, что не нужно пускать свое сердце. Но вот хочу обратить внимание на это. Мечты нашего сердца, когда человек сам размечтался, построил свои человеческие планы, не искавший воли Божьей. А наша задача – прийти в состояние глубокого смирения и искать воли Божьей. Вот когда уже сделал предложение, все, тогда уже можно попланировать что-то. Вот так, в меру. Можно так планировать, что туда мысли уйти, уже и Библии не надо. Вот так, в меру, можно что-то попланировать, понятно. Или другая ситуация. Например, у человека мысль, предложение поехать в Америку. У него мысли, так, буду жить в том-то штате, туда приеду, буду жить в таком-то доме, возьму ипотеку, машину такую куплю, зарабатывать буду столько, так, тут все построено, и еще ищет воли Божьей. Господи, мне ехать туда или не ехать? Мне эмигрировать или не эмигрировать? Так подожди, твое сердце уже эмигрировало. Площу ты в Беларуси, а сердце в Америке. Ищет воли Божьей. Господи, мне ехать туда или не ехать? Братья и сестры, чтобы узнать волю Божьей, да, порой и здесь Господь говорит. Но, чтобы узнать волю Божью, нужно прийти в состояние глубокого смирения пред Богом. Не мечтайте о себе. Удалите мечты, удали свои человеческие планы. Верни назад свое сердце. Приди в состояние глубокого смирения пред Богом. Открой сердце не для своих планов и мечтаний, а для его воли. И Он откроет тебе свою совершенную волю. Ну, что тебе открывать волю, когда твое сердце уже там? Когда ты не настроен на исполнение воли Божьей. Поэтому часто задают вопрос, как исполнить волю Божью. Вот приди в состояние глубокого смирения. Принеси эти планы на жертвенник пред Богом. Смирись велико. Открой свое сердце пред Господом. И Бог даст понимание и положит на сердце. Он вложит сердце и его волю для твоей жизни. Поэтому пусть Бог благоставит. Мое желание – помолиться. Пока мы на этом месте, чтобы мы широко открыли, это время, когда надо открыть ворота своего сердечного храма. Открой их широко. Открой для Божьего Слова. Открой для Божьей благодати. Открой для Божьей любви. Исповедуй то, что нужно исповедать. Дальше уезжаешь отсюда. Боже, закрой свое сердце. Прежде всего для похоти и греха. Закрой свое сердце для каких-то своих человеческих планов. Смирись пред Богом и взыщи Господа. И Бог откроет свою волю и поведет. Пусть Бог благоставит. Молимся. Дорогой Господь, Отец Небесный, слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе и благодарение. Боже, и на этих прообразах Ты показываешь, что нам необходимо делать, Боже. Помоги подобным образом, Боже. Есть время, когда нужно открыть широко ворота своего сердечного храма, чтобы принять Твою благодать, чтобы наполниться Твоей любовью, чтобы принять Твой мир, чтобы радость наполнила наши сердца. Боже, чтобы получить живое слово от Тебя. Боже, и это время, когда нужно широко открыть ворота своего сердечного храма. И я прошу Тебя, помоги каждому сердцу широко открыться пред Тобою, чтобы Ты мог войти и вечерить, Боже, и разделить Твою вечерю с нами, напитать нас духовно. Боже, если чье-то сердце закрыто по причине греха, стучи в эти сердца, дай покаяние, чтобы никто не уехал отсюда в состоянии греха. А мой, Боже, очисти кровью Христа, дай покаяние, дай очищение, чтобы каждое сердце широко открылось для Твоей благодати, Боже, а Ты изливай Твою благодать, изливай в обильной мере, обогащай народ Твоей благодатью. Мы хотим обогатиться Твоей благодатью, Твоим словом, мудростью, откровением. Взращивай плод Духа, наполняй Твоей любовью, наполняй Твоим миром, наполняй радостью в Духе каждое сердце. Нам нужна Твоя сила, нам нужна Твоя благодать, дай Твою победу. Боже, благослови, помоги, Господь, Боже, бодрствовать молитвы. Боже, помоги каждому сердцу открыться пред Тобою. Удаляй всякие отвлекающие мысли, дабы мы, Господь, были сконцентрированы. Боже, на принятии Твоей благодати, Твоего слова. Боже, слава Тебе, Господь, Боже. И ты видишь, заканчивается, Господь, этот молодежный лагерь. И молодежь отсюда уедет, Боже. Господь, Боже. И мы, Господь, пойдем, кто на учебу, на работы, Боже. Мы будем, Господь, в этом мире, Господь сталкивается, Господь, Боже, с похотями, искушениями. Но я прошу Тебя, помоги каждому сердцу, Боже, плотно закрыть двери своего Господь сердечного храма для греха, для похоти, для искушения. Боже, помоги вооружиться этой мыслью. И как Христос пострадал за нас плотью, помоги и нам вооружиться этой мыслью, ибо страдающий плоти перестает грешить. Помоги нам принять твердое решение, когда приходит искушение, бороться, сражаться, взывать себе, платить эту цену страдания, проходить через крест, через распятие плоти, но не упасть в грех, Боже. Ты видишь, как часто случается. Человек побудет в лагере христианском, исповедует грехи, и потом снова возвращается и приезжает на новый лагерь, и снова исповедует, Боже, да не будет Господь в этом, Господь, Боже, потоки. Пусть, Господь, каждый человек, который исповедал грех, повесит, Господь, на ворота своего сердечного храма. Этот, Господь, мощный замок для греха, и никогда, чтобы наши, ворота нашего сердечного храма не открылись для греха. Сохрани, Боже, Сохрани, Боже, Ты видишь, Господь, Боже, здесь молодежь, Боже, и молодежь желает устройства личной жизни, и Ты устраивай, Боже, дабы, Господь, братья женились, сестры выходили замуж. Но я прошу Тебя, Боже, благослови, Ты видишь, порой во взаимоотношениях много ран, много разочарования. И я прошу Тебя, с одной стороны, помоги не давать ложного повода, чтобы не ранить сердце ближнего, а с другой стороны, Боже, Слово Твое говорит, не мечтайте о себе, помоги закрыть свое сердце от поспешных мечтаний, Боже, но помоги, Господь, Боже, в смирении, смириться велико пред Тобою, открыть свое сердце пред Тобою, и если это Твоя воля, ты пошли Твое устройство и благословение, Боже, так же, чтобы взыскать Твою волю и исполнить Твою волю, помоги нам закрыть свое сердце, для своих планов, для своих мечтаний, а смириться велико пред Тобою, а ты дай понимание, ты положи на сердце, что необходимо делать, чтобы исполнить Твою волю. Боже, мы славим, мы величаем, мы превозносим Твое святое имя, да будет имя Твое прославлено, да будет имя Твое возвеличено, слава Тебе и хвала, помоги сохранить Твою любовь, помоги, Ты так щедрый, Ты так обильно изливаешь, Боже, помоги здесь принять, Боже, когда выйдем, закрыть свое сердце, не для того, чтобы другому не дать, а закрыть свое сердце для греха, чтобы не растерять, но этой любовью делиться с ближним, Боже, эту любовь нести ближнему, Боже, любить ближнего, и она будет еще больше умножаться, Тебе да будет слава, хвала, честь и благодарение, наш добрый, любящий Господь, и мы молились обо всем, Отец, во имя Господа нашего, Иисуса Христа, Аминь.